Всем привет! Меня зовут Маша. Я снимаю видео о мыловарении не так давно, но по вашим вопросам, адресованным мне в социальных сетях, я поняла, что мне все же стоит более подробно рассказывать о том, что я делаю и как я делаю, так как меня смотрят более начинающие мыловары. Наверное, самое сложное для тех, кто начинает это мыло с картинкой, поэтому сегодня я решила сделать мастер-класс по мыловарению мыла с картинкой. Я выбрала форму овал и водорастворимую картинку шахтер. Для начала нам нужно обрезать картинку под нашу форму. Аккуратненько сухими ножницами обрезаем. Примеряем картинку к пустой формочке. Подбираем цвета для нашего мыла. Мне сегодня подойдут оранжевый пигмент и черный пигмент. Мыло мужское я выбрала отдушку Коза Ностра. Конечно же понадобится спирт и белая прозрачная мыльная основа. Я использую английскую. Первый слой мы делаем прозрачно. Я всегда использую 30 грамм мыльной основы для первого слоя, то есть слоя перед картинкой. Что важно? Важно, чтобы наш первый слой не закипел при плавлении в микроволновой печи. Если он закипит, он будет мутным. На нем будет много пузырьков и картинка не будет настолько прозрачная. Поэтому топить надо аккуратненько, лучше понемножку и часто останавливать микроволновую печь и перемешивать. В чистой сухой стаканчик я отмеряю 30 грамм прозрачной мыльной основы и режу ее равномерными маленькими кубиками. Слишком интенсивно основу мешать не надо. В этот слой я не добавляю никогда отдушку или масла. Сбрызгиваем спиртом, выливаем основу в форму и еще раз сбрызгиваем спиртом. Мой прозрачный слой полностью застыл, застывал он у меня на столе. Теперь надо ложить картинку. Наш слой должен быть полностью холодным, даже не теплым. Сбрызгиваем картинку спиртом, а также сбрызгиваем спиртом наш застывший слой. Ложим картинку вниз изображением, выравниваем по центру, переворачиваем формочку, нам все видно и мы выгоняем пузырьки воздуха из-под картинки. Вот так должно получиться. Дальше надо отмерить нужное нам количество белой мыльной основы. Следующий слой должен быть обязательно белого цвета, но уже с добавлением отдушки и масел. У меня 20 грамм, так как мыло будет состоять из 4 слоев. Ничего процарапывать нельзя. Добавляю отдушку. Перемешиваем. Наш следующий слой должен быть теплым. Минимум спирта. Льем по центру. Убираем пузырьки и ждем. Обратите внимание на то, что я ничего не процарапывала. И когда вижу на видео, что кто-то что-то царапает перед картинкой, вот эти слои не становятся плохо. Правда. Также скажу, что все наши слои должны застывать при комнатной температуре, то есть на столе. Никакого холодильника, и тем более морозильника я использовать не буду. Мой белый слой полностью застыл. Я беру обычную ватную палочку и прохожусь по кругу, чтобы выровнять наш контур. То есть, чтобы границы слоев были идеально ровными. Дальше я беру обычную зубочистку. То есть, не нож, как некоторые это делают и процарапывают углубление на километр вглубь. То есть, ну вы представьте, что увидит ваш клиент, когда смылит ваш кусочек мыла до этого слоя, до этих царапин. Это будет очень даже некрасиво. Поэтому тоненькие, неглубокие полоски острой, тонкой зубочисткой. До краев мыла мы не доходим. Следующий слой я сделаю черным. Он будет очень тонким для того, чтобы сбоку в мыле была тонкая полоска. Сбрызгиваю форму спиртом. Выливаю тонкий слой. Совсем немножко черной мыльной основы. Еще раз сбрызгиваю спиртом и жду полного застывания этого слоя. Мой черный слой тоже застыл. Я также прошлась по краю, чтобы выровнять границу. Этот слой надо тоже процарапать. Мы процарапываем слои для их цепления между собой. Для следующего слоя я развела оранжевый сухой пигмент. То есть, я просто перетерла его с глицерином. Разогреваю мыльную основу для моего последнего слоя. Для того, чтобы мой цвет был максимально ярким, но не слишком прозрачным, я разогрела напополам белую прозрачную мыльную основу. Перемешиваю. Добавляю оттушку. Сбрызгиваю спиртом и выливаю мой последний слой. Убираю пузырьки спиртом. Моё мыло будет застывать на столе. И только после того, как оно станет комнатной температуры, я поставлю его в холодильник минут на 10, не больше, для того, чтобы было удобнее извлечь его из пластиковой формы. Прошло примерно полчаса, и я буду доставать мыло из формы. Отодвигаю края, чтобы запустить воздух. Моё мыло застыло, и я вытащила его из формы. Если вам было полезно это видео, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Ехали мы, ехали. И здесь приходили. Бля, всё, поломалось совсем. Блин. У меня ещё заказали такое, а у меня нет. Вот такого.